Александр Абдулов познакомился с Катьяной, танцовщицей мисс концерта, в 1975 году на дружеской вечеринке. По словам Либи, это была любовь с первого взгляда, ночью после вечеринки они остались ночевать в гостях в одной комнате. Она почти сразу переехала в крошечную комнатку Абдулова в театральном общежитии. Артист назвал Таню своей женой и помог поступить в Гетис. Всем вокруг казалось, что свадьба – вопрос времени. Татьяне завидовали все артистки Линкома, и завидовали по-черному. Но двухлетний роман с начинающим актером-красавчиком оказался сказкой с несчастливым концом. Как рассказывает Либи, Абдулов настоял на ее аборте, а спустя полгода после этого актер признался в измене с Ириной Алферовой. Расставание было болезненным и долгим. Татьяна верила, что Абдулов вернется. По ее словам, он сам признавался, что хочет быть с Ириной только потому, что та скоро станет звездой. Руководство Линкома хотело создать красивую актерскую пару и обещало Абдулову подарить на свадьбу двухкомнатную квартиру. Либи не верила в их союз, но Абдулов и Алферова расписались. Много лет спустя в откровенном интервью Татьяна Либи призналась, спустя месяц после свадьбы Абдулов провел с ней ночь. Тогда и у Татьяны уже были новые отношения, она встречалась со звездой киносказки «Волшебная лампа» Аладдина Борисом Быстровым, за которого вышла замуж. Быстров был влюблен, а Татьяна согласилась на брак то ли из мести, то ли из желания забыть наконец Абдулова. Брак продлился три года, а свою настоящую любовь Либи встретила в 1983 году. В 1989 году танцовщица с супругом переехали в Канаду, где живут до сих пор. В конце 90-х Татьяна приезжала в Москву и встречалась с Абдуловым. Тот позвал ее в свой дом во Внуково и, как рассказывает Татьяна, предложил снова быть вместе. Конечно, об этом не могло быть и речи, но с тех пор Либи и Абдулов начали близко дружить, она нередко приезжала к артисту в Москву. Последний раз Либи и Абдулов виделись за год до смерти актера. Ирина Алферова познакомились с Ириной и Александр в Ленкоме в 1976 году. На тот момент актриса разводилась с Бойко Агюровым, сыном посла Болгарии, от которого родила дочь Ксению, и новая любовь не входила в ее планы. И все таки Алферова и Абдулов поженились, а девочку, будущую актрису Ксению Алферову, Александру дочерил сразу. Ксения с отчимом даже вели вместе детскую программу «Будильник». О своем биологическом отце Ксения узнала в юности, но ее отношение к отчиму абсолютно не изменилось. Даже после развода Абдулов не оставил приемную дочь. Что бы там ни говорили, я заявляю, Ксюха, это моя дочь, это я ее родил, я знаю все ее болячки, все ее тревоги и переживаю вместе с ней, так комментировал актер попытки обсудить биологического отца Ксении. В 2013 году в память об отце Алферова вместе с мужем Егором Бераевым выпустила документальный фильм «Выдумщик». Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили в браке 17 лет и были венчаны. Семья оказалась идеальной, но в 90-е годы начались скандалы. Первая трещина возникла из автобиографичной книги и записки дрянной девчонки-журналистки Дарьи Асламовой, которая упомянула о связи с Абдуловым. По слухам, Абдулов вообще женился на Алферовой по расчету и начал изменять почти сразу после свадьбы. Следом появились слухи о романе Ирины с Александром Серовым. Актриса снялась в клипе певца «Ты меня любишь», а в 1993 году актеры объявили о разводе, который стал очень тяжелым испытанием для обоих. «Саша очень много в жизни натворил», — говорит Алферова. «Но он такой. И я его понимаю. Мне в жизни нужно совсем другое, но я его понимаю, зачем он все это делал». Саша нужен всем. Всем женщинам. Он для всех. Галина Лобанова В Галину Лобанову актер влюбился страстно. Он перевез молодую девушку из Ростова в Москву и прожил с ней 8 лет, но так и не сделал предложения. Лобанова очень хотела стать законной женой Абдулова, но в итоге ее настойчивость стала причиной расставания. Кем была эта девушка? Представлялась она балериной и действительно в юности занималась классическим танцем, но ни в какой труппе не состояла. Живя с Абдуловым, Галина работала театральным менеджером, а после расставания уехала в США, где вышла замуж. С журналистами она не общалась. Галина была с Абдуловым в тяжелый период его жизни. Артист много пел, бесконтрольно курил и стал зависим от азартных игр. Он мог провести за рулейкой несколько суток, выигрывая и тут же проигрывая десятки тысяч долларов. Здоровье артиста стремительно ухудшалось. Абдулов страдал от тромбофлебита. Юлия Мешина за год до смерти Абдулов впервые стал отцом. В марте 2007 года юристка Юлия Мешина, на 22-го года младше актером, родила дочь женю. Родила в законном браке. Спустя 13 лет после развода с Ириной Алферовой артист вновь захотел стать мужем. Причем свою последнюю любовь Абдулов увел из семьи. На момент начала романа с актером Юлия была замужем за бизнесменом Александром Игнатенко, сыном директора информагентства и ТАРТАС. Семейная жизнь Абдулова и Мешина была недолго и тревожной. Спустя 5 месяцев после рождения дочки Абдулов перенес экстренную операцию по поводу прободной язвы, после чего у него начались проблемы с сердцем. Состояние актера ухудшалось, и в сентябре Абдулов с молодой женой отправился на лечение в Израиль. Там их ждали трагические новости. Александру Абдулову диагностировали четвертую стадию рака легкого. Опухоль. В этом врачи не сомневались. Была вызвана многолетним курением. Абдулов требовал сигареты даже в больнице, отойдя от наркоза, и врачи не могли отказать звезде. Артист продолжал курить до конца. Александр Абдулов умер 3 января 2008 года, не дожив трех месяцев до первого дня рождения своей единственной дочери. Сейчас Юлия Абдуловая 43 года. Она не вышла замуж и воспитывает 10-летнюю дочь одна. Прессой вдова общается неохотно. В феврале она сдержанно прокомментировала слухи о внебрачной дочери Абдулова. Журналистка Лариса Штейнман заявила, что встречалась с актером, когда он еще был женат на Ирине Алферовой, и родила от него девочку. Отцовство, однако, не подтвердилось. Как я реагирую на подобные разговоры? Никак. Все женщины от кого-то рожают, высказалась Юлия. Нажми «Нравится» и читай нас в Facebook.